К другим темам уже через пять лет институтов и университетов в Новосибирской области может стать в разы меньше. В российской системе высшей школы грядет оптимизация. О том, как и кто будет создавать в регионе так называемые опорные вузы, сегодня рассуждали ректоры. Новую идею создания многопрофильных опорных университетов Министерство образования России озвучило минувшим летом. Смысл прост. Количество нынешних вузов должно сократиться на четверть. А вновь созданные структуры получат финансовую поддержку от государства. В нашем регионе претендентов на звание опорного 12. При этом требования высокие. Доход не менее двух миллиардов рублей в год, 10 тысяч студентов-очников и самое главное объединение вузов, которое и стало главным камнем преткновения. Третий пункт. Ну кого-нибудь присоедините еще, кого-нибудь. Хоть кого-нибудь, им все равно. Хоть кого-нибудь присоедините. И вот на этом этапе началась проблема. То есть, а стоит ли объединяться во благо усиливать в университет? Ну, грубо говоря, сильный вуз присоединяет слабый вуз. Ну, он просто провалится. По мнению ректоров новосибирских вузов, реорганизация нескольких высших учебных заведений в одно – дело архисложное. Единственный вариант – объединить отраслевые вузы, чтобы опорный университет соответствовал специализации региона, в котором он находится. Но и здесь наша область вновь вне конкуренции с другими субъектами страны. Вот если это есть Тюмень, значит, это должен быть какой-то нефтегазовый вуз. И мы смотрим список, мы видим там нефтегазовый университет. Да, вроде бы это вот соответствует. Если это Кемерово, то, наверное, это какая-то там угольная специфика. Или еще какие-то есть отрасли специализации. В Новосибирске вот на самом деле нет такой отрасли специализации, которая бы отражала область, город Новосибирск. Была какая-то вот яркая такая черта. Больше всего тревожит скорость, с которой развиваются события и приближаются перемены. Если будет заинтересованность, то новая структура вузов сложится сама собой, уверен председатель Совета ректоров новосибирских вузов. Единственное, что меня беспокоит, вот эта торопыха, вот это между нами говорят. То есть я искренне считаю, что если, так сказать, законодательным образом опорные вузы решат, если такой утвердят, такой опорный, ему дадут определенные деньги и права, и возможности. И не надо заставлять все присоединяться, кто к кому надо. Итог сегодняшнего обсуждения предстоящей реорганизации высшей школы руководители новосибирских вузов с опаской воспринимают планы Министерства образования России. При этом главный вопрос, кто и как должен создавать опорный университет в Новосибирской области, остается без ответа. По крайней мере, пока. Как говорят в региональном Миноборнауке, время покажет. Андрей Баев, Александр Кабукин. Новосибирск.